Привет, друзья! Ну что, с первым сентября всем учителям и ученикам я желаю сил и терпения на этот учебный год. А я сейчас буду делать шарлотку. Давно уже не делала, в этом году я тоже еще не делала. Решила сделать обычную классическую шарлотку с яблоками. Что еще хочу сказать. У меня есть видео, я не помню, есть видео у меня со сливами или нет, но вместо яблок вы можете добавить сливы. Это просто изумительный вкус. Тесто сладкое, слива с кислинкой, это такая гармония вкуса, просто это надо попробовать. Я когда первый раз попробовала, я была, как сказать, в восторге, не знаю, как сказать, но мне очень сильно понравилось это сочетание, этот вкус сладкого теста, как говорится, с кислой ягодой. Но слива у меня в этот раз нет, поэтому у меня здесь 5 яиц, 5 яблок небольших, вот это вот кисленькое яблоко, разрыхлитель, сметана, сахар, мука. Вот, сейчас все буду поэтапно вам показывать. Для начала я сейчас просто нарежу яблоки дольками. Кожицу я снимать не буду. Так, яблоки нарезала вот такими вот дольками. Здесь у меня 4 яблока, одно я съела. Вот, теперь мы будем готовить тесто. Для начала мы сюда добавляем 5 яиц. Так, яйца добавила, желток такой классный, такой ярко-оранжевый, насыщенный цвет. Мне очень понравился. Так, теперь мы сюда добавляем сахар. В сахар добавляем вот такой вот, 1 стакан. Можно 1-2, можно 1,5, и я добавлю 1. Так, вот, вот такой стакан. Здесь получилось, так, сейчас я скажу, вот таких 12 столовых ложек. Вот, это стакан. И добавляем вот сюда. Немного это всё взбиваем, а потом мы добавляем сметану. Так, взбивала я где-то минуты 3, может 4. Вот, получилась вот такая вот пушистая масса, воздушная немножко. Теперь я сюда добавлю сейчас 2 столовые или 3 столовые ложки сметаны. Сметана у меня обычная, вот такая вот, такая сметана, 20%. Можно брать любую, какую вы обычно всегда берёте. Так, сметану я положила 2 столовые ложки. Вот, она где-то там утонула. Сейчас мы это всё будем взбивать. Вот такой вот стакан муки. Здесь у меня получилось 5 столовых ложек, но прям вот таких вот больших, с большой вот прям горкой я делала. Вот. Такие 5 столовых ложек. Сейчас мы сюда ещё добавим разрыхлитель. И будем добавлять постепенно в тесто. Потом ещё 1 стакан и 3. Потом посмотрим уже. Да, и самый главный ингредиент, я чуть не забыла, это щепотка соли. Так, вот идёт у нас первый стакан муки. Я его перемешала здесь с разрыхлителем. Так, чтобы мука не разлеталась, мы это немножко, вот так немножко перемешиваем. Потом начинаем. Так, один стакан здесь есть, а теперь добавляем второй стакан, такой же полный муки. Так, вот так вот. Тесто, в принципе, нормально. Оно не текёт, оно не сильно жидкое, оно не сильно густое. Густое, но оно вот такое вот. Ну да, так оно вот стекает, конечно. Ну, можно и 2 стакана оставить. Вот, но я добавлю... Сейчас третий стакан я буду добавлять постепенно. Сначала половинку добавлю, посмотрю. Потом, может быть, добавлю вторую половинку. Потому что в прошлый раз я делала, я помню, 3 стакана было. Так, это у нас третий стакан. Сейчас мы добавим половинку. Но не совсем, конечно, половинка. Ну, ладно. В прошлый раз у меня было 3 стакана. В этот раз будет тоже 3 стакана. Всё. Дальше-то вы сами посмотрите, как вам будет угодно. Может быть, 2 стакана оставите. И теперь мы это всё замешиваем. Так, здесь 3 стакана муки. Оно получилось прям такое густое. Вот, но я думаю, всё-таки 2 стакана будет достаточно. В прошлый раз я делала 3. Тоже было хорошо. Вот, в общем, ладно. 2-3 стакана. Теперь мы сюда добавляем начинку. Просто добавляем яблоки. И всё мы это перемешиваем. Так, друзья. Я добавила половину. Половину яблок. Я не стала добавлять все. Добавила только половину. Всё это перемешала. Потому что, мне кажется, слишком много будет яблок. Вот. Поэтому 2-3 яблока вполне нормально. Я взяла 4 сюда. Вот. Ну, получается, если половину, то 2 яблока. Вполне нормально. Вот. А теперь мы будем подготавливать нашу духовку. Вот. И выпекать. Так, достала противень. Это у меня небольшой. То есть, такой средний. Хотела на большой делать, но думаю, чисто маловато для большого. Пергамент закончился. Нету. Поэтому будем без пергамента. Я надеюсь, то, что там снизу не подгорит. Хотя, знаю свою духовку, подгореть оно может. Но обязательно надо добавить немножко масла. Обычное растительное масло. Можно добавить сливочное масло. Так. Для такого количества ингредиентов лучше всего брать круглую форму. Вот. У меня нет, к сожалению, круглой формы. Поэтому, вот как смогла, распределила на противне. И сейчас мы отправляем в духовку. Вот она, красавица. Смотрите, как она поднялась. Здесь вот я протыкала с Пашкой. Всё чисто. Вот. Очень. Она так поднялась. Я не ожидала. Думала, что у меня не получится. Но нет. Всё получилось. Мне очень нравится. Очень красивая шарлатка получилась. Выпекала я её ровно 40 минут. Вот. Не знаю, как там дно. Горелым не пахнет. Вот. Камера, конечно, естественный цвет не передаёт. Вот. Так. Значит, пройдёт время. Сейчас полпятого. Где-то полседьмого через два часа. Я думаю, она подостынет. Мы будем пробовать. Я вам всё покажу. Так. Я здесь уже немного отрезала. Тут уже племянник ко мне приходил. Говорит, давай. Пирог уже остыл. Вот. Поторопил меня. Но ничего. Смотрите. Всё пропеклось. Тесто замечательное. Дно не сгорело. Оно просто вот как должно быть. Оно ещё немножко такое тёпленькое. Такое тесто воздушное. Ну. Сейчас мы с вами этот кусочек и попробуем. Я вам скажу, как там на вкус. Шарлотка получилась вкусная. Но она не сильно сладкая. Потому что, несмотря на то, что здесь стакан сахара, Ну, она абсолютно как бы не чувствуется. Она такая нежно-нежно-сладенькая. Вот. Ну. Часто вкусная. Мне нравится. Вот. И выпекать можно было бы даже не 40 минут. Минут так 30-35. Вот. Ну, ничего. Всё. В общем, в целом всё получилось. Я довольна. Она вкусная. Но вот со сливой, всё-таки слива бы сюда. Вот эта вот кислинка. Кислинки чуть-чуть вот не хватает. Так вот для разнообразия вкусов. В общем, такая вот красота. Всё. Всем пока. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь, пожалуйста, на мой канал. Поддержите меня своей подпиской. Вам не сложно. Мне будет приятно. Всем хорошего настроения. Исполнения желаний. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok